У подножия Кавказских гор, покрытых ледниками, в посёлке Дамбай в Карачаево-Черкесии прошли соревнования, посвящённые 65-летию мирового скалолазания. В 1947 году впервые в мире будущие инструкторы по альпинизму приняли участие в официальных соревнованиях. В обычных резиновых галошах вместо скальных туфель, используя простое снаряжение, на этом 30-метровом камне они проложили дорогу к будущему виду спорта. В честь памятной даты на старт вышли участники в возрасте от 3 до 57 лет с разным уровнем подготовки. Всего около 40 человек из регионов Северного Кавказа. «Давно уже выделившись самостоятельно дисциплину. Это очень интересный вид экстремального спорта, туризма. И многие используют эту дисциплину, этот вид, как просто вид фитнеса». Девушки и юноши соревнуются на равных условиях. «Это пятая моя тренировка. Четыре раза я проходила в клуб, и на пятый раз уже мы выехали в горы на соревнования. Ничего особенно сложного в этом нет. И мне кажется, каждый желающий мог бы попробовать преуспеть в этом деле». В 2010-м скалолазание признано олимпийским видом спорта. Оно значительно помолодело. Возраст победителей соревнований мирового уровня составляет 14-16 лет. Но в России молодые спортсмены не могут в полной мере представлять свою страну из-за проблем финансирования. «Спортсмены и энтузиасты варятся в собственном соку. И своими усилиями, что могут добиться, кто-то строит за свои деньги тренажёры, кто-то пользуется поддержкой друзей или каких-то административных структур. Но такого, к сожалению, всё ещё мало». Тем не менее, для подлинных любителей этого вида спорта выбор уже сделан. «Скалолазание для меня – чувство свободы и чувство, что я что-то могу. И я это действительно могу». «Друзья, интересно, горы, чистый воздух. Просто приехать, участие, даже не призы, не места. Интересный народ». Кроме скоростного забега на скалу, спортсмены соревновались в болдеринге – прохождении серии проблемных коротких трасс и в траверсе – горизонтальном прохождении трассы. НТД Домбай, Карачаева, Черкесия, Россия.